Молодой предприниматель Алтая Я на Алтае не впервые Этот год я начинал на Алтае Как раз проходил в качестве эксперта Точки роста, да? Алтае точки роста, да АТР-2016 Проводил подготовку участников как раз по теме лидерства По развитию лидерских качеств Поэтому у меня самые лучшие впечатления об Алтае И я с удовольствием приезжаю сюда и буду приезжать еще Александр Андреевич, ну вот должен ли предприниматель быть лидером? И что такое лидерство в бизнесе, скажем так? Ну он должен быть тираном, не знаю, каким-то диктатором Либо находить какой-то общий язык, не знаю, действовать кнутом и пряником Что это такое? Ну у лидерства десятки определений Все красивые, все наукообразные По большому счету надо сказать, что лидерство это ситуативное понятие Нет универсального какого-то лидерства А ситуативное имеется в виду ситуации, да? То есть от компании, от людей и прочее? В зависимости от ситуации, от контекста происходящих событий К лидеру предъявляются разные требования Ну вот простой пример Мы наступаем или отступаем Есть лидеры, которые с удовольствием наступают И они эффективны в этом процессе Но когда нужно поджимать хвост и оставлять свои позиции Это лучше делать другим людям Не все умеют, как Кутузов, да? Выйти благородно с Бородино, оставить Москву А потом угнать своего врага Оправлять вот такую выдержку и такую дальновидность, скажем так Поэтому лидерство, оно должно быть рассмотрено в контексте конкретных событий Сферы деятельности, состава группы, возраст, пол, образование Что это преступная банда, спортивная команда, творческий или научный коллектив Или военная среда Вот каждый из этих факторов будет предъявлять какие-то свои специфические требования к лидеру Поэтому, когда мы проводим свои программы Мы в первый день тестируем участников, вникаем в их жизненную ситуацию И дальше уже подбираем инструменты, которые позволят человеку решать эффективные задачи Именно вот в своей жизненной ситуации То есть вы уже этим будете заниматься сейчас в рамках конкурса, да, я так понимаю? Да, конечно Вы можете расскажите нас об этом? В рамках конкурса основная задача, которую я перед собой ставлю Это научить участников в сжатые сроки презентовать эффективно свой проект Причем они молодые, от 18 до 30 лет Да, да, да Они в сжатом временном формате, порядка 7 минут Должны научиться доносить суть своего проекта Производить приятное, уверенное впечатление на жюри и других участников конкурса Скажем так Потому что люди так устроены Они в первую очередь воспринимают Кто говорит, как говорит И только потом, что он говорит В любом случае, оберзка очень важна Да, за 7 минут много не скажешь Поэтому очень важно производить первые впечатления правильно А первые впечатления производят люди обычно в 12 секунд И подсознательно В первые 20 секунд, то есть образ Да, да Вот мы с вами только друг друга увидели Через 12 секунд ваше подсознание вам уже дает какой-то импуль Что этот человек более сильный, опасный для меня Или я могу пытаться доминировать над ним и так далее То есть уже считанная информация И уже вы себя как-то позиционируете по отношению к этому человеку И произвести второе впечатление Или второй раз первое впечатление Уже, как вы понимаете, невозможно Вот с этим будем работать как раз на этом проекте А вы часто ездите по стране Есть ли он вообще в принципе молодой бизнес? Вообще кто они такие молодые предприниматели? Ну мы немножко знаем о бизнесе 90-х Ну так получилось, так сложилось Они неплохие были люди, но все-таки Время наложилось в отпечатки Мы знаем бизнес нулевых То есть там тоже жирные, тучные годы А сегодняшние молодые, вот что они вообще? Чем они занимаются? Не знаю, интернет там больше Купи-продай или прочее-прочее Что в них? Какие у них проблемы, может быть, основные? Вот как вы видите? Я очень благодарен организаторам АТР-2016 Что они меня пригласили на свое мероприятие Где я как раз увидел Вот я не побоюсь пафоса Цвет нашей нации Не только нашей Потому что там были участники из десятков других стран Цвет нашей молодежи То есть это были люди идеиные Это были люди патриотично настроенные Не на показную, как говорится А вот на самом деле Потому что я с ними общался в разных ситуациях В разных форматах И вот увидеть в одном месте Такую концентрацию, такое количество Молодых людей Идеяных Патриотичных Созидательных Желающих реализовать какие-то общественно значимые проекты Там были разные проекты Кстати, там чисто купи-продай Вот такой деятельности Там было немного Там было много социально ориентированных проектов Были проекты, связанные с внедрением каких-то ноу-хау Какими-то инновационными темами, скажем так И так далее То есть вот что касается того, что я увидел здесь Меня это очень порадовало Но в целом, конечно Когда люди входят в бизнес Основная стратегия, выигрышная для них Это все-таки выходить на уже сформировавшиеся рынки Где есть устойчивый спрос Где люди уже привыкли покупать какие-то товары и услуги Вот начинать проще в этой среде Пока еще нет денег Опыта определенного и так далее Но дальше уже я рекомендую находить все-таки дело по душе Если сразу этого не удалось сделать Потому что сделать что-то большое Что-то действительно масштабное Можно только тогда, когда ты этим живешь, любишь И можешь этим заниматься 2-4 часа в сутки Вот эту задачу мы тоже решаем на наших тренингах Чтобы человек нашел свое призвание, свой путь И дальше следовал ему, несмотря на изменения конъюнктуры, соблазны, препятствия и так далее Вот это путь лидерства и есть Да, многих молодых и бизнесмены, вообще в принципе молодежь обвиняют в том, что она не очень любит учиться Ну как сказать, начинают свое дело, думают, да и так кривая вывезет, там помаленьку буду заниматься Вот важно ли учиться, посещать мастер-классы, вебинары, там видео уроки брать Вот или нет, или это так? Хороший вопрос, вы знаете, я как-то знакомился с исследованиями, проведенными в США и Канаде Там на рынке риелторских услуг была интересная ситуация, наблюдалась Там, чтобы стать риелтором, который нанимает людей, нужно пройти целый цикл Из обучений, практик, получения положительных рекомендаций и так далее И только после этого тебе разрешается нанимать людей в этой области То есть там нет случайных людей, там все профессионалы И при этом 97% людей, работающих на этом рынке, подбирают крошки, как говорится, со стола лидеров Которые зарабатывают основные деньги И вот они начали интересоваться, в чем же разница И мы, профессионалы, и они В общем, сначала провели масштабные исследования Заплатили большие деньги, там ученым создали проект научный Ничего не поняли в итоге, все было очень сложно Решили поступить проще, собрали этих звезд с разных элементов рынка И задали им ряд вопросов, чтобы понять, чем же они отличаются Так вот, они отличались тем, как раз, что образование у них было разное У кого-то было хорошее академическое образование, у кого-то было начальное какое-то образование Но что касается своей деятельности, то они были там экспертами номер один Они посещали все научные конференции по своему профилю Все семинары, читали научную литературу именно по своему профилю То есть они были теми людьми, которые первыми получали информацию о чем-то новом своей отрасли И первыми ее тестировали, проверяли на опыте, что называется, внедряли Там были и другие отличия, но вот это точно Ничего случайно нет То есть если человек становится лидером, по крайней мере там, в цивилизованном мире, на цивилизованном рынке То есть он не может быть лидером, если он информацию не получает новую И не учится постоянно, постоянно, постоянно Как мы уже вначале с вами обсудили, они фокусируются То есть они не стремятся к широкому какому-то такому охвату Они фокусируются вот на своем деле, на какой-то своей нише, на каком-то своем продукте И добиваются там действительно выдающихся результатов Александр Ильич, а что от эксперта получат победители конкурса? Победители конкурса получат возможность пройти бесплатно Четырехнедельный онлайн-курс «Лидер становления», который стартует 29 октября То есть это мощнейшая программа для молодых предпринимателей Которая, я считаю, просто перевернет их жизнь Как я говорю, активирует раз и навсегда их лидерский потенциал И дальше их уже будет остановить просто невозможно И видеоуроки вы будете тоже, да, я так понимаю, в процессе, да Я понимаю, конкурсы, да, видеоуроки будут или потом уже? Когда я взялся за задачу подготовки конкурсантов Я понял, что за один день оффлайнового занятия Людей с разным уровнем подготовки невозможно к чему-то привести Поэтому мы решили провести 2-3 занятия в режиме онлайн Чтобы хотя бы овладеть какой-то общей информацией Дать людям инструменты для того, чтобы они пришли уже с чем-то в руках подготовленным Они впервые слышали о том, что такое презентация, что такое бизнес-план и прочее А здесь уже на живом занятии я планирую в большей степени делать парагон Или генеральную репетицию и презентацию Чтобы уже люди попробовали, получили какой-то опыт, какое-то умение А не просто теорию Александр Андреевич, большое спасибо вам за беседу Удачи вам, почаще приезжайте к нам на Алтай И делитесь своими знаниями с молодежью Спасибо Спасибо за приглашение, обязательно приеду И не один раз Приглашайтесь Я напоминаю, что у нас в гостях был эксперт конкурса Молодой предприниматель Алтая-2016 Руководитель тренинговой компании Лига лидеров Александр Андреевич Збожинский Спасибо за внимание, до встречи